Всех приветствую! Мы на Украл ФТВ. Это новая программа «Грибное кино». Такое название родилось, потому что время года такое. Хочется пойти куда-то в лесок и, может быть, найти белый гриб или хотя бы подосиновик. Грузии-то у нас не растут. И так иначе, если «Грибное кино», то это довольно редкие фильмы и редкие режиссеры, такие грибные. Первый режиссер, которого я хочу вам порекомендовать буквально навязать, как неядовитый гриб, это, конечно, Алекс Ван Бармердам. Великолепный нидерландский такой хитренький, довольный режиссер, который сейчас вот за мной крутится, последний свой снял фильм по названию «Боргман». Немножко об этом фильме. Кино страшное, потому что все-таки люди в этом фильме, актеры и даже садовник, ну, убивают друг друга. За что убивают, вот сразу так и не поймешь. И почему-то становится в какой-то момент даже не жалко тех, кого убивает. Но мы понимаем, что кино – это всегда условность, это какая-то особая кинематографическая мера условности. И всерьез все воспринимать, в общем-то, нельзя. Как там «Надежды», «Хухух», «Надежда» – «Маленький оркестрик». А тьмы всяких истин нам дороже нас, возвышающий обман. Алекс Ван Бармердам – один из тех, наверное, многих, но я не многих знаю, к сожалению, режиссеров, которые, обманывая тебя, всегда делает тебе не просто радостно и приятно, а как-то делает тебя даже и умнее чуточку. Еще о «Боргмане». Конечно, этот фильм, его какой-то шестой или седьмой фильмографии и получивший признание в каких-то фестивалях, но не это важно, а важно то, что наконец-то он вышел, что ли, с открытым забралом против этого буржуазного общества, которого, наверное, не найдет даже больше, чем, может быть, и я. Ну, все-таки талантливый человек. Говоря о «Грибном кино», нельзя не вспомнить, может быть, какие-то события, которые предшествовали, потому что мы решили так назвать наш проект, и вообще я начал об этом как-то говорить. Кино, я смотрю, давно, упорно, последние годы, правда, как-то получается все хуже и хуже, потому что все меньше фильмов, которые так вот волнуют, как кино «Вармердама», но связано, наверное, с тем, что в Россианокольском полуострове и смотрел фильмы в маленьком кинотеатре «Север», где моя мама работала киномехаником. Не все фильмы можем осмотреть до 16 лет. Детям мне запрещали фильмы смотреть даже какие-то, вот там «Анжелика», например, или «Золото Макены». Все-таки были то, что сейчас называется эротические сцены, но я ходил в кино, полюбил это дело и намного позже узнал, что не только я и там мои, скажем, какие-то одноклассники, но и сам Алексей Герман жил в этом городе Полярном вместе с отцом, когда была Великой Отечественной войны, поэтому его черно-белые великие фильмы, о которых, может быть, поговорим когда-нибудь, наверное, во многом связаны с теми эйдетическими образами детства, которые возникали в его памяти. Но сегодня мы говорим об Алексе Бармердаме. О Боргмановском платье хочется замолвить слово еще один его фильм, который очень как-то тонко связан, наверное, с фильмом «Предпоследием», как я уже сказал, Боргман. Вот в начале фильма, ну, понятно, я не буду даже сказать весь фильм, но так или иначе люди затевают какую-то возню вокруг предмета, вокруг платья, но и у них в жизни происходит немало вообще-то ужасного. Один мой друг даже не смог смотреть этот фильм, выключил его, когда вот семья смотрела на кухню по телевизору, тогда это было еще, возможно, в семейном кругу у них. И когда в конце платья муж и жена в какой-то землянке, просто вот, не знаю, в Голландии, это, наверное, может, в центре даже и Гаги, друг к другу тянутся, то все у них там не получается, как известно. И это так или иначе связано с подземной жизнью Боргмана в следующем фильме «Ронардама». Я знаю, вот эти вот связи, которые существуют между героями моего фильма на протяжении всей, скажем так, фильмографии, о чем-то они говорят. Для меня, наверное, это в первую очередь люди, которые не знают, как сопротивляться вот этим свинцовым мерзостям бытия, хотя, вроде, казалось бы, оно там в западном мире, в Европе, ого, получше, чем где-нибудь в Украине. Но у людей это выводит просто из себя. И, конечно, поскольку они законопослушные граждане, средствами искусства, и только Боргмана старается, ну, возразить как-то и даже сопротивляться. Вот такую линию сопротивления он выстроил прямо вместе со всеми членами своей семьи, так как и его жена, и его уже подросший сын, и какие-то его, не знаю, сотрудники работают и в театре одновременно, и почти во всех кинофильмах заняты. Отступая, опять же, вот от «Вармардама» к этой теме грибного кино, мы же будем говорить о разных режиссёрах, и надо так наметить, примерно, кого бы из северных режиссёров сразу же хотелось вспомнить вот здесь. Конечно, там Голландия, чуть как бы севернее уже Финляндия. И следующий, может быть, режиссёр, которого мы посмотрим парочку другого фильмов на заднем плане, а вы посмотрите, конечно, все их фильмы, может быть, подряд, это Аки Курисняки. О нём мы поговорим. Кроме Курисняки есть такой один ещё Андерсон, вообще-то Андерсона в три, но такой северный Андерсон, откуда-то из... откуда он из Швеции. Это тоже отдельный такой человек. Поэтому, возвращаясь к «Вармардаму», он настраивает нас на такой критический лад, и вообще это кино, в частности, платье, оно невероятно изобретательно по, ну, скажем так, сюжету, хотя это слово сюжет, фабула и так далее, вот они всегда, там ещё какую-то архитектонику вспомнишь, не к вечеру будет сказано. Немножко отвлекает от того содержания, которое должно человека захватывать, эмоционально как бы вовлекать и всё-таки не давать, ну, что ли, слиться с героями, потому что слиться с ними невозможно. А находясь в ситуации такого остранения отчуждения, вспомним, брехтовский, театр оптический, как бы начинать думать о том, что же всё-таки это за жизнь, что это за кино, и как при помощи искусства можно найти новые способы жить, утверждать себя по-человечески в этой вот ужасной нашей и интересной жизни. Интересно пересматривать ранние фильмы Алекса Ван Вернердама, Северяне или даже Абель. И не только потому, что там остаётся главный вопрос, наверное, после фильма, как же правильно есть селёдку, а ещё и потому, что вот так он начинал во времена, когда у нас ещё видеосалоны, только вот тут в гидропарке в Киеве, если что-то, знаете, в нашем городе, едва-едва крутили такое кино, а может, его и не крутили, и какие-то, ну, культовые личности, вроде Кости Мищенко или Валеры Зайца из своих личных видеотек выдавали на один вечер посмотреть эти фильмы, и многие другие, кстати. Я хочу, заканчивая наш такой коротенький экскурс не столько в мир Алекса Вернердама, сколько в область вот какого-то такого грибного кино, но всё же напомню, что фильмы, которые мы сегодня смотрим и будем смотреть вместе с вами, да, я надеюсь, они чем замечательны, что буквально с первых, может быть, частей становится ясно, что это хорошее кино. Как? Ну, когда вот смотришь на полянке, растут грибы настоящие, и какие-то там, ну, поганки даже сразу легко отличить их. Когда-то фильмы показывали ведь на плёнке, кстати, о Марко Феррери, которого обязательно мы покажем здесь, маленькие кусочки, последний фильм так и называется, кажется, оксид серебра. Плёночка была такая серебром и даже горела. Я застал время, когда плёнка была уже не сгораемая, но хорошо помню, что такое переход, всё-таки, с инкино-механика с поста на пост. Если внимательно смотреть старые фильмы, советские особенно, то в правом верхнем углу экрана появляется маленькая белая точка, и киномеханик должен был следить за этой точкой и нужно просто перейти на другой пост. Если перейти его не получалось, то можно было увидеть какую-то концовочку фильма, и в зале раздавался даже и свист. Не часто это бывало в нашем маленьком залечке на театре «Север», но, так или иначе, хорошие фильмы видно с первой части, ну, с первых двух частей. О Вормердаме. О Вормердаме я не рассказал, конечно, я не буду рассказывать вам о каких-то других фильмах, которые он снимал. Очень люблю официант, маленький Тони, про Эмму там что-то с ней происходило. Тоже грустная история, где он сыграл, собственно, собаку даже. Сам Вормердам играет во всех почти фильмах. И что там говорить? Надо смотреть фильмы Алекса ван Вормердама. Алекса ван Вормердаме